Поэзия Струм Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Наш проект называется «Стаси» У нас, как видите, три участника Анастасия, вокал Наш приглашенный гость Катя Ну и я в помощниках Меня Владимир зовут А фамилия у вас есть? Фамилия моя Денисов, Анастасия, Настя Здоровья на Анастасия и Екатерина Титинок Первый вопрос у нас он популярный Пусть и даже немножко банальный Но я думаю, что он живой Название «Стаси» Откуда это произошло? Что это означает? Потому что не только я буду задавать этот вопрос А очень много вот кто нас сейчас смотрит Мы так и поняли На самом деле пришел он достаточно спонтанно Мы как-то думали с Настей, как назвать наш проект Было несколько вариантов Варианта 3-4 И поскольку их, наверное, было не так много И выбрать-то нам было, наверное, и легче И вот из трех-четырех вариантов Нами друг другу предложенных Мы выбрали вот этот вариант И что же он все-таки означает? Он, скорее всего, означает Производное от имени Настя По крайней мере, я сегодня так думал Изначально, по Володиной задумке Это так звучит мое имя на немецком языке Интересно Ну да, мы там смотрели, что можно было И по традиции мы начинаем с вашей визитной карточки У вас она, эта визитная карточка называется Так не скромно Лучшая песня Лучшая песня она для вас Или лучшая песня для вас? Я думаю, что каждый сам для себя определит Насколько она лучшая Мы, по крайней мере, она не худшая В том смысле, что мы даже отважились И сняли на нее клип Который можно, слава богу, в интернете посмотреть Ну да, вы наберите Окей, гугл И он всегда... Стаси лучшая песня Да, лучшая песня Ну так проще искать, действительно Что там парится, какие-то названия выдумываются Все правильно Итак, слушаем лучшая песня Но в условиях нашей реальной действительности Лучшая песня Когда ты найдешь свою лучшую песню Ты не забудь ее, не потеряй И в нужное время В назначенном месте Про помни чуть слышно Ее наигра не имеет значения Для кого сочинение Ты представь на мгновенье Как радость поет Сердце бьется и дышит Все о главном напишет Тот, кто надо услышать И, конечно, поймет Когда ты найдешь Свою лучшую песню Про яркое небо И про рассвет И где-то один Или с кем-нибудь вместе Про это споешь Через несколько лет Не имеет значения Для кого сочинение Ты представь на мгновенье Как радость поет Сердце бьется и дышит Все о главном напишет Тот, кто надо услышит Ты, конечно, поймет Когда ты найдешь Свою лучшую песню Когда ты найдешь Свою лучшую песню Кто больше пишет У вас в группе текстов На чьи тексты Наверное, к Насте вопрос Конечно Вопрос ко мне Потому что Всем творчеством В основном Занимается Володя Володя Автор текстов Володя Автор В принципе Всех композиций Вся основа музыкальная Идет от него Чаще всего это выглядит так Настя, у меня новый хит Он бежит ко мне Показывает мне структуру После чего Чаще всего мы делаем Еще что-то совместное Есть какая-то там импровизация А дальше работа Еще нескольких людей Это такая совместная Работа коллектива Там есть аранжировщики Люди, которые работают С нами в студии И из этого уже получается Готовая композиция Такая, как вы ее можете Тоже слышать Уже записана Не могу не сказать Такой человек Театральный Очень мало кто Озвучивает имена И фамилии тех состава Это неправильно И несправедливо Потому что Да, вот Озвучите, пожалуйста Своих друзей Наверное, мы Скажем Про такого человека Как Дмитрий Чешейко Это тот человек Это тот человек Который на данный момент Помогает и делает нам Аранжировки Насколько я Мне известно Что он живет в Питере Мы как бы онлайн С ним взаимодействуем То есть вы ему сбрасываете Трек Да Да, мы ему сбрасываем Трек И он делает на него Соответственно Аранжировку И с недавних пор Еще и сведение Мастеринг Тоже На его плечах Вот Чтобы тоже Никого не обидеть Наверное Никого не забыть Я так скажу Что мы работаем На Работали на нескольких Студиях Где мы записывали Вот Сейчас Мы работаем На студии Music for Sale Вот Сергей Нам помогает В плане записи Человек с Я смотрел ваш клип У вас там Не скрипка Звучит Да А другой инструмент Вот этого человека Тоже наверное Надо упомянуть Да Этого человека Обязательно упомянем Это Андрей Наумов Андрей учился Вместе со мной Играл в оркестре На самом деле Сейчас он занимается тем Что он делает балалайки Ремонт и изготовление балалайок И помимо этого У них еще квартет Балалайчников Вот Так что В общем Разные люди С разным направлением Нам помогают Двигаемся дальше Какая будет вторая песня? Название ее? Песня Очень с большим секретом Называется она Тайна Попробуем ее разгадать Слушаем песню Тайна Это вовсе не случайно Что весною вновь дышу Я тебе доверю тайну Главное скажу Приоткрою свою душу Лишь специально для тебя Ты, пожалуйста, послушай То, что знаю я Было ясно изначально Что другого нет пути Я тебе открою тайну Ты ее храни Расскажу я все, что надо И уеду в дальний край Но меня и мою правду Ты не забывай Время быстро пролетает Даже если сильно ждем Сердце это не сломает Все переживем Рассказывай мне печально Все изменится, пойми Я тебе открою тайну Ты ее храни Хоть растут диканик безвозвратно И к тебе приеду я обратно Все со мной шагну, как будто Привезу с тобой рассвет Береги до той минуты Наш с тобой секрет Лет не дает моментально Радость быстро не найти Я тебе открою тайну Ты ее храни Владимир сказал, что кларнетист Его друг Соответственно, я так понимаю Что Настя и Катя тоже подруги Да Мы с Настей дружим со школьных времен И я душевно прикипела к Насте Настя пригласила меня поучаствовать Здесь поиграть на скрипке И, честно говоря, для меня это был Такой вызов своеобразный Потому что По-хорошему я не музыкант Ну мы это слышали, да Не музыкант, конечно Ну, так вот сложилось, что благодаря Насте Вот для меня открылся заново Вот этот вот музыкальный мир И я имею счастье огромное Вот помогать ребятам Конечно же, Катя музыкант И еще какой музыкант Катя играет на нескольких инструментах Прежде всего она, конечно же, скрипачка Вот И также Ну, она просто очень талантливый человек Приходишь и радуешься С ней вместе можно просто заниматься музыкой Катя играет на клавишах Катя играет на гитаре А еще на балалайке Поет дома И, безусловно, она поет Конечно Самый главный инструмент, который все забывают Забывают также о микрофонном пении Потому что микрофон тоже инструмент У него тоже надо уметь петь Можно скажу Да, конечно А вот Настин инструмент, голос ее Первое мое впечатление о Настином голосе сложилось Когда у нас была подготовка к выпускному в школе И у нас был номер Там была ария из призрака оперы Вот это вот там, где бешено высокие ноты И Настя пела эту арию С вот этими бешено высокими нотами С потрясающей силой и мощью голоса Ну, в общем-то, вы слышите, что у нее мощный голос И все это наверху очень чисто И сочно, и ярко И это просто невозможно было Не включиться Вот в этот музыкальный порыв такой И вот с тех пор я узнала о Настином голосе И, в общем-то, мне кажется Это очень притягательный голос Как вы познакомились с Настей? С Настей мы познакомились уже, наверное, лет восемь назад Мы вместе играли в одной, как это ни странно, в хэви-метал группе Помимо оперы, да, Настя еще хорошо и поет И тяжелую музыку Я там играл на бас-гитаре, Настя пела Ну, потом со временем Хэви-метал наш расплавился Какое-то время я не занимался музыкой совсем И спустя года два Мы с Настей снова встретились Я показал ей две на тот момент песни Они были совершенно не из хэви-метала Настя сказала, да, интересно, давай запишем И вот так немного по шагам То есть у нас сначала две песни, потом три А потом так вот мы на целый альбом и на сочинение Переплавились, перековались Да Вот к Насте теперь, да, вопрос Как творчество Владимира? То есть что-то еще слушалось Помимо хэви-метала, помимо песен Володиных Какой вот вид Нашего общего творчества? Нет, нет, просто вот что нравится А, нравится, нравится Я понимаю, нет В смысле вот мы сейчас все отмечаем голос Ну и зрители тоже, потому что они услышали Да, этот вокал Соответственно, есть примеры Для подражания Конечно На которых мы все воспитываемся Вот я, например, все говорят Где научился петь? Потому что надо слушать музыку, ребят Надо слушать исполнителей Надо слушать партии Надо слушать хороших исполнителей И тогда понятно, что если Даже хэви-метал-группы Это не так страшно Потому что там очень хорошие Действительно музыканты Талантливые, одаренные Неспорченные академическим образованием В основе своей И очень хорошие вокалисты Да И вот кто был примером? Вообще примером, наверное, были педагоги Прежде всего, конечно же, да Музыкальные педагоги наши Вот Студия у нас была замечательная Творческая при фестивале Студенческом Фестас Вот Мы учились Мы занимались вместе В больших коллективах Выступали И также работали Организаторами на фестивалях Вот Это всё давало большой опыт Так что педагоги наши Это прежде всего А так, ну, конечно, тянулись Я, наверное, в свою очередь Тянула с детства Ну, вот к зарубежной эстраде Да Барбара Стрейзен Витни Хьюстон Это то То, что было примером нашим Вот, конечно, безусловно А так вот, в принципе, да То, к чему душа лежит Оно, наверное, бесконечное Хэлли-металл Это только каплю в море Вот Конечно Мы, вот, например, с Катей вместе Очень любим народные песни Народное творчество Различные народные инструменты Катя особенно Катя, вопрос тогда Да По народному творчеству Может, в какой-то студии, да Занимались Или участвовали В вокале И хор И что-то Я училась в музыкальной школе Я просто закончила музыкальную школу По классу скрипки А потом по классу балалайки Вот Но Интерес к фольклору Именно у меня возник Уже позже Ну, вот, естественно Я на балалайку пошла Уже проявляя какой-то интерес К народной музыке Но потом я поняла Что мне вообще, в принципе, интересно Разная народная музыка И знакомство с своим мужем Оно усилило это Потому что он меня тоже познакомил С новыми стилями народной музыки Которые были мне незнакомы до этого Оно, оно как бывает Да Я смотрю, у нас тут много знакомых балалайшников Я так чувствую, что в следующей передаче У нас будет косовороточка В кокошничках И в кокошничках, да То есть и попоем народные Я сам У меня тоже кровь казачьей И ни один концерт мне не обходит А может быть споем какую-нибудь народную песню А капелла? Прям вот сейчас Все вместе Прямо сейчас Прекрасно Почему нет? Ну я как раз У Вишневому саду Хорошо Если текст вспомнит Экспром Вообще стопроцентный Или коня Ну только давай У Вишневому саду кусочек Ну давай У Вишневому саду Там соловейка с чебетом До дому я просилася А ВИН МЕНЕ ВСЕ НЕ ПУСКАЛ До дому я просилася А ВИН МЕНЕ ВСЕ НЕ ПУСКАЛ Она длинная Так же как и наши аплодисменты Это экспром Нет, это правильно Мы все аплодируем вместе И мы просто понимаем Какой потенциал Все говорят Рок-музыканты А у них какая база Можно я скажу Да Момент такой Я вот Когда сказали про Настин вокал Вот Катя тоже Я вот Всегда когда меня спрашивают Там про песни Я всегда говорю Что под такой голос Стыдно сочинять Плохую музыку Просто стыдно Точно Я соглашусь Ждите Следующий песен Да Ждите Да Альбом Я знаю Что у вас вышел альбом Да Есть такое дело Сейчас хотел бы я Об этом спросить Мы сначала вам его подарим Моя коллекция пополняется Да Ваша коллекция пополняется Вот у нас есть такой альбомчик Называется он Стаси Улетевшее лето Мы вам его дарим Вот Прилетевшая осень Да Прилетевшая осень Улетевшее лето Вот Но это не единственный Наверное способ Его услышать Он есть в интернете На Яндекс.Музыка На Гугл.Плей На Итус Наберите группу Стаси И там много всего интересного Улетевшее лето Улетевшее лето Вот и лето прошло Словно и не бывало Да Ну что же Следующая песня Как она будет называться Кто представит Чьи слова Чья музыка Следующая песня называется Рассказывай Слова и музыка Владимира Денисова Ну что же Рассказывай Расскажи мне В январе Про лето За окном Снегарского Латень Стрелки На часах Так незаметно Нас с тобой Забрали В новый День Ты мне Говоришь О всяком Разно Про закат Над ворем И за Лю То, что В жизни Многое Прекрасно А я Просто На тебя Смотрю Рассказывай Рассказывай И путь любви Указывай Туда, где мы Сейчас вдвоем С тобой Рассказывай 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 И твердой нитью Святывай Сейчас Свою Судьбу Своей Судьбой Рассказывай 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 Как нашли друг друга в этом мире, Этой тайной тоже поделись. В уютной небольшой квартире Просто обсуждаем нашу жизнь, Рассказывай, рассказывай, И путь любви указывай, Туда, где мы сейчас вдвоем с тобой. Рассказывай, рассказывай, И твердой нитью связывай, Сейчас свою судьбу своей судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok Нам с тобою будет как награда Самый теплый разговор зимой. В этот час мне так немного надо, Я хочу лишь слышать голос твой. Рассказывай, рассказывай, И путь любви указывай, Туда, где мы сейчас вдвоем с тобой. Рассказывай, рассказывай, И твердой нитью связывай, Сейчас свою судьбу своей судьбой. Я понимаю, что у вас мало гастролей, Мало концертов, Но я думаю, что все это поправимо, Потому что группа, я так понимаю, Собирается, собирается, собирается. Сейчас мы... Чуть позже вы услышите. Тоже интересный момент. В расширенном составе. В расширенном составе, Потому что группа тут буквально Собирается на глазах. Новые участники коллектива. И я не могу не задать вопрос, Помимо диска. Понятно, что клип, Это хорошие такие продвижные истории По лестнице, ведущие в небо. Хотелось бы вас услышать, конечно, живьем. Потому что вот то, что я сейчас слышал, Мы сейчас вместе записывали Вот эти голоса, Вот эти звончатые, Вот эти серебряные такие струны. Владимир. Где вас можно услышать в ближайшее время? Что-то планируете? Ну, я могу так сказать в данном случае, Что мы все-таки изначально Вообще задумывали это как проект студийный. И более-менее у нас это так получается. Но все с большим и большим таким энтузиазмом Мы смотрим в сторону каких-то выступлений. Поэтому мы всегда открыты Каким-то предложениям, Каким-то вещам. Так что я думаю, что в этом смысле У нас все впереди. Что у нас здесь скажут? Рвусь. Я уже рвусь, поэтому рано или поздно. Причем у Володи периодически Появляются интересные предложения На фестивалях. Я думаю, в ближайшее время Это обязательно осуществится. Мы ей вам тоже сообщим. Хотелось бы Володю спросить, А что за радостные события, Которые сподвигает его Писать такое количество песен В последнее время? Событий, вы знаете, много. Я просто не совсем понял, О каком именно событии идет. Я тоже не знаю. Я просто не знаю вопрос. Вот у меня написано тут вопрос. Что придает тебе сейчас силу таких творческих? Я так могу сказать, Чтобы ничего не сглаживать, Что есть определенные события в жизни, Которые, они у меня всегда есть, Которые дают мне возможность Придумывать что-то новое. Вот так я могу ответить. Вот такой емкий, Не риторический, Но емкий ответ. Когда бы вы знали, Из какого ссора... Вот сейчас Катя нам вот это все прочтет, И я ей задам ей дальше вопрос. Я просто сказала по поводу того, Что откуда рождаются песни, Мне кажется, Что они рождаются отовсюду, Даже неоткуда. Это как Анна Ахматова писала, Когда бы вы знали, Из какого ссора, В том числе и ссора. Растут стихи, Не ведая стыда. Недавно было... Ваше отношение, кстати, К поэзии. Недавно были дни рождения У моих любимых поэтов Сергея Есенина, Которые у меня есть моноспектакли На мою любимую поэтессу Марину Ивановну Цветаеву, Которую 125 лет. У меня тоже есть много песен, Более 40. Поэтому поэзия струн. Поэтому поэзия струн. Я люблю, да. Мы уже считаем поэзией со струнами. Поэзию и струны исполнителей. Все это я очень люблю. Я люблю современную поэзию, Потому что много очень современных поэтов. Целый мир. Посмотрите. Малый формат такой у нас передачи. На самом деле, Сейчас я хочу все сделать в виде фестиваля. К Катерине, конечно, вопрос. Пожалуйста. Да. Я думаю, остаетесь в группе? Вы приглашаете оставаться? Оставаться? Не, ну в группе поэзии струн. Это понятно. Вы сейчас все попали. Я вас с этим поздравляю. Это будет вручен вам диплом. Мы оставляем Катю. Да, это вопрос скорее не ко мне. Я с удовольствием. Я с удовольствием. Для меня участие в этом проекте, Это вообще не то, что глоток. Это фонтан свежего воздуха в моей жизни. Потому что я пять лет уже мама, И два года дважды мама. И эта жизнь, она меня так увлекла. Жизнь мамы, она меня очень увлекла, Но отвлекла от жизни прочей. И возвращаться хоть как-то В эту самостоятельную творческую жизнь, Это просто я не могу передать словами, Насколько это приятно, И насколько это захватывающе. И насколько я это действительно могу сравнить С фонтаном, Как с глотком свежего воздуха, С крыльями за спиной. Так что я... У меня огромная благодарность ребятам За то, что они меня пригласили. Или с пеной морского побережья. Балтики. Песня, которая сейчас прозвучит. Балтийское море. Слушаем. Яркий красочный рассвет Рижский охватил залив, Что играет много лет Волнами простой мотив И поэту луна пив. Птицам кружится легко Может быть, известно им, Что другим знать не дано. Утром в горизонт Да, светило солнце, Разлонив с собой Прошлые невзгоды, Но давно известно На Балтийском море Очень переменчива погода. На линтарном берегу Сосны древние стоят И в морозы не чатут Так же, как сто лет назад Утро дышит над водой Ветром северным едва Очень хочется порой Снова приходить сюда Утром в горизонт Да, светило солнце Заслонив с собой Прошлые невзгоды, Но давно известно На Балтийском море Очень переменчива погода. Утром в горизонт Да, светило солнце Заслонив с собой Прошлые невзгоды, Но давно известно На Балтийском море Очень переменчива погода. Как ни удивительно, это творчество Владимира. Ну, в некоторых песнях получается, что мы даже переходим в некие дискуссии, да, что-то переписываем, что-то иногда переделываем, меняем тексты, меняем музыку, но всё равно основа вся за Володей. Но я всегда открыт. А я так понимаю, что вы, ну, помимо Насти, Настя у нас супервокалист, а вы мультиинструменталисты все. То есть, помимо того, что вы можете петь, вы ещё играете на многих инструментах. Вот я понимаю, что по гармониям, если мы сейчас берём хэви-метал, то что этим владеют только басисты. Ну, вот у меня много друзей-басистов, которые владеют бас-гитарой, все думают, что основные партии соло-гитаристам принадлежат, потому что, ну, они импровизаторы, да, но вот эта гармония, да, вот эта вот основа такой скелетной, которая потом издевается всё, да, наверное, скорее всего, бас-гитара. Не, я так могу сказать, то есть, я так с гитарой более-менее дружен, и в своё время играл много, но потом, вот когда, как раз я немножко отошёл от музыки, я вернулся сюда, ну, вот в музыкальную такую среду, мне именно интересно что-то придумывать, то есть, я не особо на данный момент, может быть, любитель именно играть, вот прямо вот не то, что так, да, а вот именно что-то придумывать, создавать какие-то аранжировки, там, слова, музыку, как это будет звучать какие-то, вот мы с Настей, когда какие-то новые песни делаем, да, какие бэк-вокалы какие-то прописывать, вот именно в плане творчества, наверное, вот сейчас это моё самое такое интересное любимое. Поиграть я, конечно, могу и хочу, но если мне предложить на выбор поиграть или посочинять, наверное, я второе выберу. А может быть, даже одновременно и первое, и второе. Это новая стадия. Ну что же, наше традиционное пожелание вам, музы и лиры, в помощь. Спасибо. Побольше концертов, альбома одного мало. Видите, да. И расширение группы. Ну или те, кто участники, которые у вас практически... Отсутствовал по уважительной причине, но он к вам вернулся. Песни, что сегодня звучали, они-то как раз в основном новые, то есть их в альбоме нет. Это как раз вот такой шаг к следующему. Замечательно. Но это шаг еще к тому, что будет вторая программа. Мы надеемся. На что надеемся. Надо верить, любить и ждать. Давайте тоже пожелаем Олегу и в передаче что-нибудь. Прежде всего, это благодарность вам. Мы получили удовольствие. Мы сегодня пришли абсолютно счастливые, вот, потому что, может быть, не до конца подготовленные, но здесь, получая удовольствие от записи, от того, что мы все вместе, от того, что вы с нами играли, это было просто потрясающе. Спасибо вам большое. Да, я хочу пожелать Олегу и этой передаче творческого развития вверх и углубления, чтобы это были всегда интересные и насыщенные гости, чтобы это были всегда глубокие разговоры, и чтобы это все было возвышено, чтобы творчество возвышало. Я за то, чтобы творчество возвышало, вопреки многим современным тенденциям. И ваша поэзия струн, пусть она тоже стремится к этому. Большое спасибо Олегу за то, что он нас пригласил. И пожелание мое, наверное, будет такое, чтобы как можно больше поэзии и как можно больше струн. Ну что же, мы все принимаем. Мы не можем не согласиться, потому как все это создавалось ради этого всего. Еще раз большое спасибо, что пришли. Замечательная группа Стаси. Набирайте в интернете и слушайте ребят на площадках, живьем, потому что это намного интереснее, чем всякие минуса, плюса, полюса. А с вами была программа поэзия струн. Оставайтесь с нами. Впереди ждет, как всегда, много всего интересного. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok